Фитишелли Теперь как мне и обещали, и у меня тоже есть коллекционный поп-ит Посмотри какой он классный О, у меня почти такой же как у тебя, только он немножко более округлый Поздравляю с покупкой Да, тебя тоже Я очень рада, что родители все-таки сдержали свое обещание и подарили мне именно этот поп-ит Потому что его я так сильно и хотела Как видишь, мои тоже Но мне очень нравится то, что он такой яркий, радужный И вообще я обожаю такие игрушки, потому что они очень хорошо расслабляют После уроков особенно Ага, это точно, мне они тоже этим очень нравятся А еще, кстати, мы все-таки полетим на море Да ну, правда что ли, все-таки решились? Да, у папы немножко наладилась ситуация с работой, поэтому мы можем теперь себе это позволить Блин, я надеюсь, когда мы вырастим, мы вместе полетим на море Потому что я просто мечтаю слетать туда с тобой Я очень хочу отдохнуть с лучшей подругой О да, это точно, я бы тоже так хотела Фух, наконец-то уроки закончились, дождалась я этого момента Ага, не говори, я что-то тоже очень сильно устала Кстати, Лин, чем на выходных занималась? На выходных привозили младшую сестренку, я ей показывала всякие страшилки И это было забавно, потому что она очень сильно боялась А я сидела и смеялась, потому что она очень смешно себя вела У тебя разве есть младшая сестренка? Разве я могла об этом не знать? А, да нет же, двоюродная, двоюродная это приезжала Я ей показывала страшные видео и смеялась над тем, как она на них реагирует Она вообще всего-всего боится Ой, знаешь, я тоже некоторых видео боюсь Например, каких видео ты боишься? Слышала что-нибудь о сиреноголовом? Сиреноголовом? Да, слышала Но как-то особо не вдавалась в подробности Так вот, мне когда выпадают такие видео, я очень-очень прям пугаюсь Я, если честно, вообще не хотела бы это увидеть в жизни Просто посмотри, насколько он жуткий Ой, ну да, согласна, неприятный вообще Вот его, наверное, я больше всего боюсь встретить в жизни Бор, я бы тоже не хотела его увидеть Пойдем прогуляемся? То, что-то мы на одном месте застоялись Ну да, пойдем немножко прогуляемся, пока мне домой еще не надо Лин? Что? А куда мы сошли? Я эту дорожку, в общем-то, не знаю даже Это какой-то лес Ну да, ты права, это действительно лес Но почему ты решила погулять именно в лесу? Ты что, решила меня напугать страшилками, про которые я тебе рассказывала? Может быть и решила А может не решила Откуда вот ты знаешь? Лин, я знаю, ты любишь поприкалываться, но это правда не очень забавно Зачем мы сейчас пошли в лес, если нам уже скоро домой нужно учить уроки И родители будут ругаться? В лес можно было и в другое время сходить, не обязательно сейчас сюда идти Ну, это был мой план Лин, ну перестань Мне это нужно было сейчас А что это? Что ты такое? Почему? Я же была с Линой Все, твоя Лина доигралась Поэтому я ее забрал Ты что, настоящий сиреноголовый? Но ведь это же просто детская страшилка, тебя не должно существовать Даже если ты есть, то сиреноголовые ведь не разговаривают Они просто издают какие-то странные наборы звуков Типа сирены и криков людей о помощи Ты не можешь так разговаривать, как робот Это очень странно, ведь сиреноголовые так не могут Но как это все происходит? Господи, я что, сплю? Ты не спишь Я действительно могу так разговаривать Дело в том, что я научилась использовать специальные устройства Которые перерабатывают мою речь в человеческую Специально для таких жертв, как ты Чтобы они меня лучше понимали Да и есть много вещей, которые я хотела бы сообщить Перед вашим логическим завершением Ну и что ты так намекаешь? Мы всего лишь школьницы и хотим жить Лучше скажи, куда ты делал мою подругу? Не знала, что сиреноголовые могут превращаться в людей И вообще менять как-то свою форму Лучше меня не злить Я еще как способен менять и свой внешний вид, и свою речь Я уже сказал, как это делается и для чего Если ты не веришь, это не мои проблемы Просто смотри и наблюдай А твоя подружка оказалась слишком для меня неинтересной Она очень много шумела, и я закрыл ее в тюрьме из нелюбимой игрушки Из поп-ит Что? О господи, как это все понимать? Какая тюрьма из поп-ит? Ты о чем? Она сейчас совсем неподалеку от нас Вот в этом месте В этом лесу хозяин я Поэтому я создал именно такую тюрьму для этой девочки Чтобы ее любимая игрушка стала для нее ее ужасом Почему это так жестоко? Почему ты такой жестокий? Разве можно так вообще делать? Для чего ты это сделал? Не критикуемые действия Ой, плохо дело Все получится Еще немножко Держись, Лина Я тебя вытащу Все будет хорошо Я поговорю с Сиреноголовым Он обязан тебя отпустить Либо пусть закроют нас вместе Но я не прошу в беде свою лучшую подругу Какая же ты глупая девчонка Ради другой жертвуешь собой Какая это глупость Ведь я вас правда сейчас обоих здесь закрою Я вижу, куда ты спряталась Разговоры с тобой это бесполезно Но я все равно хочу попробовать Почему ты хочешь это сделать? Зачем тебе именно Лина? Зачем тебе я? Почему ты такой жестокий? Что тебя так сильно поменяло? Ты думаешь, что какая-то глупая девчонка вроде тебя что-то изменит в моем мнении? Нет, я так не думаю Я просто хочу узнать твою историю Почему ты стал таким жестоким? Конкретно твоя подруга мне не понравилась тем, что она прикалывалась Показывала меня своим подружкам Я соврал про сестру Да, но подружкам И говорила, что я умодливый, смешной, несуществующий пришелец А это неправда И мне было совершенно неприятно Поэтому я разозлился и решил ее закрыть Есть еще вопросы? А если она извинится и расскажет всем, что ты действительно существуешь? Ты поменяешь свое мнение? Может быть, но ведь она этого не сделает, я уверен Сиреноголовый, давай заключим сделку Если она действительно это сделает и расскажет всем, кому она говорила, что тебя не существует, что ты есть Полностью про нас забываешь А если она не сдержит слова, то ты забираешь меня и ее вместе Договорились? Мне будет несложно вас найти в любом уголоке Поэтому, конечно, договорились Я не против Забирай свою подружку Лина, ты не ошиблась Боже, она себе наклеила эту штуку Нет, все хорошо Спасибо, что спасла меня Но мы теперь должны ему рассказать о его существовании подружкам Которым ты показывала видео и говорила, что это все ерунда Я расскажу Лишь бы он только больше меня не трогал Ты не представляешь, как страшно было в этой тюрьме Я после этого пупы ты не люблю Мне так страшно, подруга Ты мой герой, ты уже спасла меня Но мне все равно очень страшно до сих пор Я не могу забыть это Не переживай, все забудешь Со временем все это пройдет Не бойся Зато мы решили все И я думаю, что он точно нас после этого не должен тронуть Мы на всякий случай не будем ходить в этот лес Чтоб точно не было такого, что он еще о нас вспомнит Ох, да Я правда не верила в то, что он существует Я даже не задумываясь показывала все это подружкам И прикалывалась Это правда страшно Пожалуйста, никогда больше не связывайся с ним Он очень опасный Главное, что мы в целости и сохранности И это самое важное Спасибо тебе, Эйди Биола, правда или действие? Правда А тебе нравится ник и его прическа и его одежда? Еще и подруга называется Я хочу выбыть из игры и не хочу говорить как есть Да ладно тебе, чем быстрее признаешься, тем ведь лучше будет Ладно, нравится Вот это да Я даже бы и не подумала, что Виоле нравлюсь К сожалению, теперь ты это знаешь И мне просто стыдно Да ладно, Виола Не надо стыдиться своих чувств В этом нет ничего плохого, абсолютно Ах, и все равно мне так неловко Ты не представляешь Все, отметила, как сделано Следующая очередь Это ник Ах, Виола, правда или действие? Снова мне загадываете? Ладно, действие Ну и вопросик тут тоже будет Боишься сиреноголового? Сиреноголового? Да нет, конечно Это же просто ерунда и детские выдумки Как можно бояться того, чего не существует? Тогда давай посмотрим видео с его участием Ну ладно, давай Хоть мне не хотелось этого делать Но не могу же я упасть в грязь лицом перед мальчиком, который мне нравится Поэтому я, конечно же, включила видео с сиреноголовым Ох, жуть какая Но видите, совсем ничего страшного И правда Подумаешь тебе Сиреноголовый, сиреноголовый Что вы все так бояться? И правда Глупые детишки Чего тут бояться? О, господи, какой он жуткий Какие у него страшные гигантские ноги Эти сирены на голове О, боже Я бы не хотела такое встретить в жизни Как хорошо, что его нет А какие он жуткие звуки издает Это же просто божечки Виола, ты что, испугалась? А, конечно же нет По мне что, видно, что я боюсь? Да это сказки детские Выдумки-страшилки Почему я должна этого бояться? Почему вы считаете, что я такая? Да под тебя же видно Ты вся дрожишь А вот и нет, я вовсе не дрожу Не надо сочинять Все, я посмотрела видео и не испугалась Так что все честно Да уж, да уж Я даже не представляю, что было бы, если бы он реально существовал Жуткая штука Поэтому очень хорошо, что все это детские сказки и выдумки А Виола все равно боится Ахаха Она все равно поборола свой страх Поэтому мы все равно дадим ей бал за это задание Она молодец, что посмотрела все-таки видео Но спасибо хоть тебе, Лиззи Ха, ну ладно Чья очередь загадывать? Кто-то нам звонит по ватсапу Неизвестный контакт Ну ладно Давай посмотрим Что это за фигня? Почему там такие же звуки, как в видео с сиреной? Странно Ну никто из нас не мог позвонить Потому что все телефоны как бы Потому что все телефоны на видном месте И это просто невозможно Да уж это точно Вряд ли Кто-то из нас Жуть Ну все, хватит уже Как думаешь, что это могло быть? Не знаю, сиреноголовый же сейчас очень популярный Может быть это пранк для ютуба Кто-то может быть прикалывается И звонит на незнакомые номера Вот с этим приколом Ну да, может быть действительно Дети доиграли в правду для действия Наступила ночь И все пошли встать Спокойной ночи, Виола Лизи, Виола Спокойной ночи Для меня место есть только в другой комнате Спокойной ночи, Ник Ну и тебе, Виола Тебе повезло Ты на кровати А я на каком-то диванчике непонятном сплю Да ничего страшного Кровать все равно не такая уж прям классная Но из-за моих проблем со спиной Если я буду спать на диванчике Будет все очень плохо Поэтому мне лучше на кроватке Да ладно, я же все понимаю Ладно, спокойной ночи, Лизи Спокойной ночи, Виола Какой же ужас Кто придумал вообще этот страшный Кто придумал это страшное видео с сиреноголовым Это же просто жуть какая-то У меня теперь мурашки по коже будут бежать все молча Какой же это кошмар Кто мог такое придумать А может быть и правда это просто приколы Ну давай ответим тебе Опять Ну и все, хватит уже Не смешно Не знаю, кому взбрело в голову именно так шутить Но это просто какие-то глупости Что, что случилось? Лизи У нас в окне только что был Он Биола Кто он? Сиреноголовый Эти звуки правда он издает Это не из планшета? На планшете звонок не прекращает Давай его выключим Он не выключается Что? Я же его разбила Я все равно ее звону Биола Бежим Бежим Бегом Давай пока здесь спрячемся Мне кажется здесь немножко будет безопаснее чем там Лизи А если он и сюда проберется? Лизи Что? Ник Что? Что? Что случилось? Виола Ты чего кричишь? Девчонки, девчонки У вас все хорошо Что вы кричите? Ребята Это был сон Простите за крики Тебе приснился кошмар? Да, походу ты не на шутку боишься сиреноголового Надо было так не шутить Подожди Это что, ты пошутил? Я попросил младшую сестренку подслушать разговор Чтобы она включила звук сиреноголового И позвонила на ватсап Чтобы ты напугалась Прости, пожалуйста, Виола Я не думал, что ты так сильно боишься его Я думал, ты вообще относишься к этому как к шутке, приколу из интернета А ты, оказывается, серьезно отнеслась Прости, больше не буду тебя так пугать, подружка Ох, ну уж напугали вы меня Надеюсь, мой крик вас так же сильно напугал А сейчас я спать Ох, какой же ужас Ну все, Ник Больше точно не шутим про сиреноголового Ага, плохие шутки, согласен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok